Столь представительный состав нашего сегодняшнего совещания абсолютно обоснован. Найважнейший вопрос, важнее которого нет, мы сегодня обсудим кадры. Как говорил классик, они решают всё, и это действительно так. Как бы ни пытались за последнее время замусолить эти слова, это истина. Сегодня, как я сказал, пойдёт разговор именно о кадрах, и нам надо посмотреть на эту проблему со всех сторон и определиться. Как будем работать дальше, чего не доработали, что не хватает и так далее. Хочу, чтобы понимали, те, кто не понимает, ну а кто понимает, напомню. В стране выстроена встроенная система управления государством. Экономикой занимается правительство, кадры, идеология, правовой контроль и нормативно-правовые акты президента, администрация президента организовывает это. В основном на губернаторах лежат все эти функции, но на уровне области. Соответственно, в городах и районах. Всё выстроено, ответственные определены. Если бы вы у меня спросили, удовлетворён ли я выстроенной системой функционирования кадров, сразу скажу нет. Нет, прежде всего, это надо отнести, ясно куда, в администрацию президента. Хотя кадровая политика, это не то, что в администрации что-то родили, президенту на стол принесли. Нет, кадровую политику осуществляет минимум все те, кто здесь присутствуют. Более того, в каждой области в городе Герои Минске есть помощники президента, они же инспектора по работе с кадрами. То есть президент, в том числе, кроме губернаторов, через них осуществляет кадровую политику на местах. Мы имеем правовую базу, хороший практический опыт. Но время не стоит на месте, поэтому надо работу совершенствовать. Может быть и система. Послушаем сегодня предложение. Совершенствование кадровой работы – это сложная многоуровневая задача. Она касается не только производственной, но и социальной сферы. Не открою Америку, если подчеркну, что ситуация остаётся наиболее стабильной в коллективах, где принимаются все возможные меры для закрепления кадров, в том числе молодых специалистов. Как закреплять кадры, я даже не хочу рассказывать. У нас есть колоссальный опыт работы в советский период, да и наш период. Неплохие есть подходы, примеры. Мы о них знаем. Но, к сожалению, у нас ещё и есть и те, кто работает по принципу латания дыр. Созданием привлекательных социально-бытовых условий им заниматься не досуг. Общаться с коллективом они не умеют, а порой просто и не хотят. В то же время отдельные руководители местной власти не понимают всей глубины вопроса и бездействуют. А на вертикали власти лежит ответственность, как я только что сказал, за кадровую работу в стране. При таком отношении наши даже самые амбициозные экономические планы останутся на бумаге, чего допустить, конечно же, я не могу. Анализируя ситуацию, я ещё в октябре прошлого года заострил внимание на этой проблеме и поручил администрации, президента и правительству внедрить от облсполкома до самого низового уровня систему согласования кадровых перемещений. Как она реализуется на местах? Достаточно принятых мер. Требуется ли дополнительное решение президента? Это вопрос, на который мы сегодня должны ответить. Как мне докладывают, такая система создана. Облсполкомами соответствующее решение принято. Постепенно к руководителям местных органов и организаций приходит понимание, что спрос с них за результаты работы с кадрами будет только возрастать. Но пока разворотливости явно не хватает. Облсполкомы не работают как следует, не контролируют на должном уровне деятельность районных и городских исполкомов. На местах зачастую мы видим много формализма элементарного. Отсутствие исполнительской дисциплины, о чём уже говорилось немало. Есть ещё один вопрос для обсуждения. Это пересаживание, передвижение нерадивых начальников из одного руководящего кресла в другое. Ну, у меня тут целый список фактов и прочих. Администрация президента, как всегда, меня проинформировала. А где решение ваше? Вы кадровую работу осуществляете, что вы мне всё пишете, там плохо, там плохо. Вы что, мне в очередной раз заставляете об этом говорить или меры принимать? Так вы вносите предложение. Об этом немало сказано. И тот, кто нерадивых руководителей, провалившихся, пересаживает из одного кресла в другое, это сравни коррупции. В 2014 году декретом номер 5 введён запрет трудоустройства на руководящие должности лиц, уволенных ранее по дискредитирующим обстоятельствам. Контроль, как мне докладывают, за этой работой налажен. Боюсь, что если я как по здравоохранению пройдусь по этому вопросу, Игорь Петрович, начиная от вас, а заканчивая другими, с портфелями многие расстанутся. Предупреждаю вас от формализма. Отдельные руководители начинают либеральничать при расставании с неудавшимися управленцами. Мягко говоря. Додумались подменять основания их увольнения. Позволяют горе начальникам, как ни в чём не бывало, опять всплывать на ответственных участках работы. Хотят казаться хорошими для всех. Хотя тоже система определена. Никто не имеет права без согласия президента вернуть какого-то начальника на какую-то должность. Бывают случаи такие. Но директиву и законодательные акты подписывал и принимал решение президент. Поэтому как бы там ни было, вы должны эти вопросы согласовать с президентом. Таких случаев было немало. И немало согласовано. И вроде бы люди работают неплохо. Но это надо было изучить, чтобы дать оценку тем, кто ходатайствовал. В основном это губернаторы. Это не государственный подход, если мы начинаем заниматься либерализмом каким-то. Это круговая порука. И ответственность здесь прямая губернатора и председателя гороисполкомов. В целях усиления исполнительской дисциплины ответственности за работу с кадрами мной ставился вопрос о необходимости закрепления уже действующего механизма на законодательном уровне. Такое предложение из администрации президента поступило в виде проекта решения главы государства. Сегодня также его обсудим. Я хотел бы услышать и другие рациональные предложения от присутствующих. Они должны касаться также мер стимулирующего характера для привлечения и сохранения кадрового потенциала страны. Ну а для того, чтобы оценить кадры, это наш, кстати, большой недостаток и мой тоже. Мы всякую размазню, начинаем слушать. Вот если администрация где-то недорабатывает или не работает, то у правительства появился с моей точки зрения крен красиво рассказать, объяснить, упаковать витиевато и доказать, попробовать мне, что это невозможно. Яркий пример боеприпасы там и прочее. Ну вы просто не понимаете, с кем вы имеете дело. Поэтому не пытайтесь тут мне чего-то доказать. Главное в оценке кадров результат. Поручено в каждом районе в определенный период времени реализовать один инвестиционный проект. Реализовывайте. Не реализовали, значит вам там делать нечего. А так рассказывают мне. Он не тянет председателем райисполкома. Не дотягивает. Вот чуть-чуть выговор объявим, перевоспитаем. Кого вы перевоспитаете? Ему уже под 50, за 40 вы его хотите перевоспитать. Если он на такой должности, которая на виду у всех. Это и губернатор, и член правительства касается всех должностных лиц. Если он не выдал результат, что вы от него ждете? Чем дальше будет, тем хуже. Поэтому результат. Вот мне присылают каждое утро работу по сельскому хозяйству. Ну, я сравниваю. Шулейка, к примеру, с Гродно. Я сравниваю. Я же не сравниваю Гродно и Брест с Витебском. А смотрю вот срез. Ну, информативно сравнить Гродно и Брест. У Шулейков два раза темпы работ по заготовке кормов выше, чем в Гродно. В чем дело? А кто гарантирует Каранику, что завтра его вся техника, и он не будет переброшен в Витебск для того, чтобы оказать поддержку там? Вы чего медлите? Мне нужен результат. Особенно в критической ситуации. В сельском сегодня ситуация, пусть не критическая, но очень серьезная. Но это мы на следующей неделе послушаем правительство, как оно думает из этой ситуации выходить. Ясно, что зерно не доберем. Где будем брать и не брать, а где уже взяли. Древянистая корма. Особенно в центре страны, где подсушило. Там уже давно надо было кое-какие первые укосы трав перепахать и ждать или посеять поукосно, чтобы получить травянистая корма. Ибо кормить скотину будет нечем. Ну, это так, к примеру, чтобы вы понимали, что, глядя на страну, я оцениваю работу кадров и думаю, а почему нет в этом направлении движения? Вы чего ждете? Если где-то участки высохли вообще, их давно надо было перепахать. Но опять, это так, детали. Если брать сельское хозяйство и прочее. Поэтому никаких размазываний, разговоров и бойких докладов не надо. Нужен результат. И по этому критерию будем оценивать все кадры. Игорь Петрович, пожалуйста. Уважаемый товарищ президент, участники совещания, важность обсуждаемой темы не вызывает сомнения. Сегодня в стране выстроена многоуровневая система работы с кадрами, охватывающая фактически все вопросы комплектования государственных органов и организаций. Имеется необходимая законодательная основа, регламентирующая деятельность всех субъектов этой сферы отношений. Принято 10 актов главы государства, ряд постановлений правительства, локальных документов, министерства, волосполкомов. Вот я извиняюсь, Сергей Петрович, если мы совершенствуем что-то, всякие акты правительства по кадрам, вопросам нужно убрать. Это не их дело. Они пускай там согласовывают, мы же без них не принимаем речения. Они пусть вносят хоть десяток кандидатур, вам, вы анализируете, вносите президенту. Я к чему это? Не потому что я не доверяю правительству. Мы умеем любой вопрос размазать по столу или по всей стране. Зачем? Есть органы, которые заниматься будут кадровой политикой. Зачем куча еще в развитии решений президента, еще какие-то постановления правительства? Это наша беда. Ольга Ивановна, вы понимаете, о чем идет речь? Никаких отсылочных документов, ничего. Не надо это все размазывать. Нужно собирать в кучу, но чтобы человек понимал, что вот принято решение по кадрам, оно исчерпывающее. Никаких там отсылочных поручений.